Держать оборону до последнего человека. Таким принципом в своей работе руководствуется Аурелия Пынзарь, заведующая инфекционным отделением Каушанской больницы. Сначала она 18 лет работала семейным врачом, потом еще на 8 лет уехала терапевтом в Йемен и оказалась на войне. Выхаживала раненых в боях, но ничто не потрясло ее так, как полные палаты тяжелобольных COVID-19 по возвращению домой. Жизнь Аурелии Пынзарь разделилась на до 30 марта 2020 года и после. Тогда в ее больницу начали поступать первые зараженные коронавирусом. Днем она их лечила, а ночью штудировала первые материалы про новую болезнь. Я даже на войне не видела столько смертей. Здесь очень тяжело психологически. Ты же знаешь всех этих людей. Прошло полтора года, но никак не могу привыкнуть. Может, кто-то и свыкся, но работать очень тяжело. А сложнее всего сообщать семьям, что их родного человека не стало. Больно смотреть. Видишь, что пациент в тяжелом состоянии, а родственники взглядом умоляют помочь. Иногда ты знаешь, что у человека нет шансов. Тяжело объявлять, ведь бывает и так, что днем они навещают пациента, разговаривают. Все хорошо, а вечером мы констатируем смерть. Со слезами доктор вспоминает даже истории со счастливым концом. Хотя вылеченных ее пациентов больше тысячи. У меня была одна молодая мама. Она выжила, но была в очень тяжелом состоянии. Ее дети, 14-летняя дочь и 12-летний сын, сидели у окна весь день и упрашивали. Борись, мама. Борись, не умирай. Этим летом, казалось, дела пошли к лучшему. Но тут в Молдову пришли новые штаммы коронавируса. Доктор с тревогой наблюдает, как болезнь молодеет. Я думала, что мы избавились от этого. Началась вакцинация. И тут новая волна. Очень агрессивный теперь вирус. Множество осложнений. Атакует не только пожилых и сопутствующими заболеваниями, а всех. У нас были пациенты 17, 23, 25 лет. Аурелия Пынзарь говорит, чувствует, что силы на исходе. Но все равно продолжат бороться. Если бы люди делали прививки, нам, врачам, стало бы проще. Без вакцины не выжить. Если вакцинироваться, то вырабатываются антитела, и все протекает, как простая инфекция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok